Здравствуйте, уважаемые голубеводы и голубятники. Находимся в гостях у Владимира, зевочка голубей, турецкая порода Адана. Вот такое содержание голубей. Содержатся они, вот это называется голав, ящик. Вот они держатся вот так. А тут молодежь вся, вот тут 4 голубки у меня сидит, 4-5 голубок беспарные. Это я просто перепоровываю сейчас, поэтому они у меня сидят, чтобы они самцов не увидели. Потому что они, я же говорю, они за голубок родину продадут. То есть получается, володя, содержание как бы в ящиках, в шкафахах. Сейчас это молодежь, ящики видишь, они маленькие, это я для молодежи сделал. Сейчас покажу другие ящики. Молодежь этот сам, это уже порованный, где голубь. Вот, две недели, 14 дней пескунюнку. И взять обычные голуби, эти вот такие, перед ними. Хотя эти, эти по две недели. Вот это в голубе даже за 100 тысяч не стоит. А вот содержание вот данной породы, именно вот такой образ содержания должен быть? Да, они должны вот сидеть в ящиках. Полетать, покушали, загнал. Все, это их задача. Все, это их не так, содержание. Они так всю жизнь живут. Там сидят, в шашку если посмотришь. Ну то есть, как обычно, кучное содержание? Нет, нет, нет. Они каждый в своем гнезде должен сидеть. А вот гулять им, допустим, ну как бы скажем. Ну, можешь выпустить. Если у тебя свободное время есть, можешь выпустить их. Вот тоже песчанонок маленький, молодой. Считай, в декабрьский. Еще пищит. Синий голубь в углу сидит. Да, ладно. Это очень интересный, своеобразный голубь. Ну, сейчас я просто посмотришь. Так, каких тебе мне еще показать? Это шашку будет. Это заклей под фрески. Вот берешь, выкидываешь одного отсюда. Так, вот сейчас Володя выпускает голубей. Посмотрим, на что они способны. Какой лед. А вот Володя объясняет, когда вот шест, ну, флаг, грубо говоря, стоит, вот машет им, они должны летать. То есть голуби будут ждать команды, когда им нужно будет сесть на землю. Голуби дрессированные. Не то, что подрессированные. Такой вид породы, которые отличаются от обычных голубей. Вот на паузу пока. Ну, это я не свищу от руки. Они чуть подслескивают, чтобы когда поднять, чуть подслескивают. Опять штучек поднялись. Не знаю, как будет видно на камерах. Вот какой-то чужак. Звать буду. Сейчас я вертушку включу и буду звать. А голуби, это я просто показываю тебе, если вдруг ты не поймешь, я поэтому покажу. Вот смотри. А теперь поднимай. Вот ты смотри. Вот Владимир будет сейчас звать голубей. Ты на леб, смотри. Подключает Владимир специальное устройство. Вот они идут, смотри. Вот начинают пикировать резко. Резко с высоты пикируют и приземляются. Буквально там 5 секунд и они уже на крыше, представляете? Да, такого я еще не видел, ребята. И многие, наверное, не видели. Чтобы голубец такой довольно-таки высоты вот быстро пикирует уже на крыше. Давай, 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 давай. Подмена. Продолжение следует... 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 Извиняюсь, неправильно немного сказал, хозяин вот поправил, должны садиться на землю. Но это вот на крышу села первая партия из-за того, что чужой человек и знакомые, они как бы предостороженность у них, побаиваются, поэтому сели на крышу. А так вообще должны садиться на землю. И по времени, друзья, очень быстро поднимаются вверх. Ну, минута уже все вверху. Очень интересно. Однозначно, если кого-то заинтересовало, стоит приехать, как говорится, лично посмотреть своими глазами. Такой красоты, таких голубей не везде можно увидеть. Также, кого заинтересует, телефон Владимира будет указан под видеороликом в описании. Пожалуйста, звоните, обращайтесь. Сейчас. 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 вот начинают пикировать как резко вот вверху и резко камнем вниз падают пикировать называется вот они вот они идут вниз 120 километров в час скорость вот он сбрасывает резко высоту сбрасывает как самолет идет на посадку вот он вот он вот он идет резко все вот уже сели оставляйте друзья это вот вторая партия была и второй вариант тренировки первый вариант был с трещоткой хозяин голубей звал а это вот просто выгнал голубей голубок и они по этой команде резко домой рекомендую друзья приехать посмотреть этого стоит такие голуби увидеть много узнать так сказать необычные голуби вот 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 Продолжение следует... Володя, расскажите по поводу кормления этих голубей. Ну, кормится ложка в сутки. Кормится желательно вечером. Это просто сейчас они... У них некоторых пескуны есть, поэтому я их кормлю. До обеда они у меня сейчас походят, покормят пескунов. А потом я их закрываю, а выпускаю уже потом молодежь, начинают их гонять. А кормится раз в сутки. Ложка это один. Если пескунов, тогда да, можно чуть больше давать. Столовая ложка в день? В день, да. На одного голуба? Ну, в сутки в день. В основном вечером мы кормим. А по поводу рациона, что-то есть какие-то особенности корма? Ну, если для гона, то к пшеницей. Если для кормления пескунов, да, тогда все даешь. И кукурузу, и горох, и рапс даешь. Это как, чтобы пескунов хорошо кормили, чтобы пескуны и нормально были здоровы. А именно чисто для гона, то как пшеница. У меня там молодежь сидит, и голубки там штук пять. Те, пять, чисто пшеницей коробки. Эти просто есть на яйцах сидят, на пескунах. Поэтому я им добавляю горох. А вот по поводу голубеводов, которые занимаются данной породой, немного, наверное? Ну, занимаюсь я один. И те люди, которые приобрели, это Саид, Олег, Серега, Виталик держат, ну, вот эти все, что люди, люди, действие просто еще, которые, Сайфуддин, Саня, белорус, тоже они это держат, им всем большой, огромный привет. Вот они держат, радуются этим голубям, гоняют, звонят, как правильно делать, я им подсказываю. Ближе подойди, они будут туда заболеть. Домой, 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 домой. Можешь туда подойти и снять. Вот они сошли в голубятник, и каждый занимает свое гнездо. Интересно, такое содержание, вот, шкафы, вот, такие отсеки, ящики. Очень, друзья, интересно, рекомендую, у кого есть возможность, приехать посмотреть, не покупать, а просто приехать посмотреть, пообщаться с человеком, многого интересного узнать. Владимир идет на контакт, на любой ваш вопрос, ответит, покажет, расскажет. Ну, этого стоит, чтобы, вот, приехать, посмотреть. Это необычные голуби. Зрелище хоть посмотрел, понравилось. Да, очень понравилось, в таком восторге, Володь. Даже не мог представить себе, что, ну, такое увижу, и бывают такие вот голуби, как бы, вот, нюансы своеобразные. То, что я рассказывал, не поверил, да? Своими глазами другое смотрится. Ну, когда, знаешь, Володь, рассказываешь одну, как бы, ушами слушаешь, да? А когда вот, и на непосредственно, вот, видишь своими глазами, это совсем другое. Поэтому, как говорится, лучше один раз увидеть, чем, там, семь раз услышать. Правильно. На этом будем заканчивать. Всем, друзья, удачи. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok